Игорь Ахмедшин Для меня самый тяжелый, я еще получил травму в том матче, как бы сейчас было очень сложно войти в игру, помнилось то поражение, хотелось выиграть. Выиграть хотелось и Мобирейту. Этого желания перед самым стартовым свистком стало в два раза больше. Главный конкурент оранжевых Сибирско-Берхов неожиданно уступил авангарду. Это значит, что победу над Платоном, отставание к турнирам таблицы можно было сократить всего до одного очка. Мобирейт Мобирейт и вправду пошел забивать сразу после стартового свистка. Секундная стрелка не успела сделать и трех оборотов, как оранжевые повели в счете. Лучший бомбардир команды Виктор Злыдырев перехватил мяч в центре поля и выверенно пасовал на Евгения Кривошеева, удар которого в доме получился безупречным. А вскоре Злыдырев-старший пополнил и свой бомбардирский счет, стопроцентно реализовав пас своего брата Андрея. Вот только Платон не сдался. Вскоре Игорь Ахмедшин бильярдным ударом отправляет мяч в дальний угол ворот Виктора Кудряшова. Четверка полевых игроков Мобирейта не успела даже смениться, а Эльдар Латыпов могучим дальним ударом сравнял счет. 2-2. Думали, что настроились серьезнее, хотели забрать эти три очка, но до игры выиграли и расслабились, я думаю. Об этом чуть-чуть упустили игру. Правда, в первом тайме о расслабленности игроков Мобирейта говорить не приходилось. Они словно не заметили два пропущенных гола с интервалом в одну минуту. И вскоре снова заработали себе комфортное преимущество. Третий голевой атаку оранжевых начал Руслан Санатулин. Он же ее и завершил после паса Вячеслава Мысина, реализовав выход 1-1 с конкипером Платона Павлом Нефедовым. А перед самым перерывом Евгений Кивашев оформил дубль, снова завершив молниеносный контур-выпад своих партнеров. 4-2 в пользу Мобирейта перерыву. Отчаяния не было никакого. Мы проиграли 2-0, потом смогли отыграться 2-20. То счет стало опять 4-2. В перерыве, в принципе, переговорили, тренер подсказал. Маленько перестроились. От этого маленькому Мобирейту мало не показалось. Второй тайм стал бенефисом игроков Платона. В 12 минут с 29 по 41 уместились 4 безответных гола. Солировал, конечно, Игорь Ахмедшин. Это он начал погоню ударом в касане после ввода мяча из аута. Потом очень настырным в прессинге показал себя Ильдар Латыпов. Отобрав мяч у Евгения Кивашева, он буквально расстрелял воротам Мобирейта с близкого расстояния. И получил поздравление даже от своего голкипера Павла Нефедова. Действующий чемпион словно пребывал в нокдауне. В нокаут его отправили сначала Андрей Кузнецов, завершивший изящную комбинацию после розыгрыша углового, и, конечно, Игорь Ахмедшин, первым подоспевшим в добивании. Мобирейт для проформы взял тайм-аут и даже заменил вратаря на шестого полевого игрока. Сейчас знаешь как встаем? Андрей на вершине, мы по краям, я слева здесь, с устрау. Вот только всех этих усилий хватило лишь для того, чтобы один раз попасть в штангу ворот Платона. В остальных случаях голкипер Павел Нефедов был просто безупречен. В 6-4 Платон берет реванш за поражение в первом круге и прерывает победную серию Мобирейта, которая длилась целых пять матчей. Будем работать дальше, ничего страшного, еще игры есть, но, конечно, они уходят все меньше и меньше. Но все, в каждой игре теряют очки, лидеры к этому быть готовы, нужно настраиваться на все игры до конца турнира. Итак, 11-й игровой день в Суперлиге стал самым гостеприимным. Номинальные хозяева не взяли у номинальных гостей ни балла. Как уже говорилось, Симбирс Коберхов уступил авангарду 2-3 и потерял на следующий тур своего капитана, Алексея Цыганцова, получившего красную карточку в самом конце матча. С таким же счетом 2-3 Погода в доме проиграла Контактору. Примечательно, что у Погоды не играл Денис Клопков, а у Контактора Виталий Бурмаков. А вот у Кристалла против Юниора играли все и выиграли 3-0. Отметим, что для голкипера Кристаллических Антона Загородникова это третий матч на ноль в сезоне, что составляет ровно половину всех сукарей нынешнего чемпионата. И, наконец, в битве аутсайдеров Динамо победила промресурс 4-2. Таким образом, в турнире на таблице важное перемещение. Кристалл, благодаря осечкам конкурентов, поднялся на второе место и сократил отставание от лидера Симбирска до двух очков. До таких же показателей съежился отрыв Мобирейта от Платона. Жаль, что друг с другом команды больше не сыграют в чемпионате. Обострилась ситуация в середине турнира на таблице. Контактор, благодаря победе над погодой, покинул зону вылета и теперь готов биться даже за пятое место. А вот юниор, потрепавший нервы многим лидерам в начале сезона, теперь, похоже, будет биться только за выживание. В гонке бомбардиров Игорь Ахмешин из Платона упрочил свое лидерство. На его счету уже 18 мячей. И все это благодаря хитрику в матче против Мобирейта. 15-й точный удар Виктора Злыдрева, который расположился на втором месте, похоже, не принес радости ни самому форварду, ни его Мобирейту. Остальные голеадоры уже серьезно подстали. Следующий 12-й тур будет разбит на два дня. Три поединка пройдут 11 января, причем на разных площадках. Впрочем, две главные встречи тура, как и положено, состоятся в фоке Улгу 13 января. Кристалл встретится с погодой, а Симбирска Берхов будет просить прощения у своих поклонников в матче против Контактора. У лидеров точно не будет Алексея Цыганцова, а у Контактора после дисквалификации вернется Виталий Бурмаков. В общем, все за то, что битва обеспечена. Ее начало в 10 часов утра.